Водолеи, привет-привет! Это расклад для вас на неделю с 13 по 19 ноября. Сегодня мы посмотрим три подсказочки на картах Таро. Также мы возьмем маг-карты Семья и посмотрим, какие отношения вас ждут, что может быть нужно улучшить, над чем поработать, или у вас все прекрасно и просто наслаждаться этой жизнью и взаимодействием с другими людьми. А также, простите, у меня упали карты, мы посмотрим с вами на Алина Роман, на какую область вашей жизни на этой неделе следует обратить особое внимание. Итак, давайте приступим и посмотрим. Первое – это Таро. Смотрим три подсказки, три события, предупреждения, все, что захотят показать именно для вас. И это верховный жрец. Кто-то на этой неделе будет делиться своим знанием и опытом, потому что вы прошли уже многое, и у вас есть определенное видение событий, ситуаций, решений вопросов, не так, как у других людей. И к вам, как к учителю, могут приходить за советом, просить помощи и поддержки. Тогда подарите этот ключ людям и расскажите о том, что вы уже прошли, и чтобы другой человек мог, оперевшись на ваш опыт, сделать лучший вариант в своей жизни. А возможно, вы захотите найти такого учителя, гуру, которому вы доверитесь и который прольет свет на те знания, которых вам не хватает, на тот опыт, которого вам еще не достает. И тогда вместе с этим учителем вы продвинетесь в светлое будущее и наберетесь еще больше мудрости, еще больше позитива, еще больше ключей познаете от ада и рая, и сможете дальше нести этот опыт в массы для того, чтобы быть правильным, для того, чтобы рассуждать и делать выводы, исходя из того базиса, который вы в себе уже наработали. Давайте смотреть, что дальше. Верховная жрица. Да у нас тут пара. Кто-то на этой неделе из водолеев найдет свою вторую половинку. Возможно, даже отношения могут быть сначала тайного характера, но они точно приведут к браку. Потому что верховный жрец – это не тот человек, который будет долго скрывать свои отношения или, как говорится, прятаться по углам. Это человек правил и устоев. И если вы женщина, которая обладает сильной интуицией, которая полна любви, материнской заботы, она знает много тайн и умеет гармонизировать семейные отношения, и вы встретите человека, который увидит в вас жену, соратницу, и у вас очень большой задел на то, чтобы на этой неделе встретить этого человека и создать с ним семью. Я не говорю, что именно на этой неделе он сделает вам предложение, но для кого-то может быть и так. Если это не новый человек, и вы уже встречаетесь давно. Но в любом случае помните, что те люди, которые входят в вашу жизнь на этой неделе, это не просто так. Также кто-то из вас может открыть в себе какие-то тайные знания. Повысится интуиция, предчувствие, может скрыться какая-то тайна, то, что было за завесой, и сейчас новолуние высветит вот эту новую энергию, и к вам попадёт новая информация того, что вы раньше не знали. И вы поймёте, что всё складывается так, как оно того и так было задумано. Кому-то могут предложить также тайные отношения в качестве любовницы. Но помните, что это вас должно не устраивать, потому что впереди вас ждёт мужчина вашей мечты, тот, который будет смотреть с вами в одну сторону. Не соглашайтесь на что-то тайное и неприличное на этой неделе. Также кто-то может обратиться за советом к торологу, астрологу, к человеку, который ведущий тайными знаниями, даже к психологу, и прояснить для себя какой-то вопрос, то, что не может никак вылезти на поверхность, и вас это беспокоит. Ну, люди будут входить в вашу жизнь на этой неделе, и это уже хорошо. Давайте смотреть, что ещё. Четвёрка Жезлов. Четвёрка Жезлов говорит о некой стабильности, о том, что вы находите людей, с которыми вы можете вступить в некую коллаборацию для укрепления своих позиций. Может быть, это какое-то сообщество на четверых, вы где-то собрались и приятно провели время, и главное, что вы вынесли из этого пользу. В ваше окружение могут входить и эти люди, если это не вы, да, то это люди, которые со своими порядками, со своими правилами, у них всё по полочкам, они точно знают, куда идут, у них много опыта, знаний, у них есть бешеная интуиция, и они могут поделиться видением перспектив на дальнейшее именно с вами. Так ваша задача – собрать этот урожай, вот этих вот знаний, умений, и слушать этих людей для того, чтобы в вашей жизни было больше процветания, стабильности, чтобы вы обрели то заветное, что вам необходимо для закладки фундамента вашей жизни. Замечательная неделя. Давайте смотреть, что ждёт вас в отношениях, потому что люди входят, люди и новые, и старые, тайные, интриги, всё на этой неделе для вас. И в отношениях у вас царит спокойствие и гармония. Вы умеете дарить любовь, вы можете получить её взамен. Насладитесь временем с вашими близкими, уделите им это время, подарите выходные вашей семье или тем людям, кого вы считаете своей семьёй. Будьте открыты, веселы, дарите позитив, и тогда ваша семья тоже в ответ будет дарить вам любовь, понимание, заботу, преданность. И всё, что вы задумали, обязательно исполнится. Помните, что на этой неделе опора в вашей семье, в тех людях, которые вас радуют и которые вас поддерживают. Будьте и вы любящим, открытым и дарите заботу и поддержку тем, кто ей нуждается. А мы смотрим, на какую сферу жизни вам нужно уделить особое внимание на этой неделе. И это на рост, на продвижение. Это на то, что, может быть, долгое время не двигалось никуда, и вы думали, что эта гора просто непреодолима. Могут ещё возникать какие-то препятствия, но вы будете понимать, что умный в гору не пойдёт. Умный гору обойдёт. И только мудрость и вот эта вот стабильность в вашей жизни, пролейте свет на всё, что вам непонятно, и что тормозит ваше движение. И тогда вы вырастите сначала в своих глазах, у вас поднимется опыт, у вас прибудут знания, и вы эту гору легко обойдёте. И как гора уже станете в этой жизни сами. Вы будете иметь чёткие представления, куда вы двигаетесь, и как вы выросли, и в чём ваши конкретные достижения на этой неделе, и вообще какие планы вы строите на эту жизнь, а они могут быть очень далеко идущими. Так смелее дерзайте и обязательно черпайте свои силы из тех людей, кто вам дорог. Ну а я с вами не прощаюсь. Мы увидимся в следующих видео.